У фермера овца сбежала, а бирка от нее осталась. И он ее не выкидывает, бережет. Хорошая бирка, я помню эту овцу. А вдруг вернется? Тебя не просто признали вольным, тебя еще вольным каменщиком признали. Схема простая. Капитан судна. Остается человек. Ну, во-первых, это в позитивном праве прописано было. Морское право, хочешь не хочешь. Все на благо человека. Под этим словом спрятали название юридического лица. То есть можешь контролировать свои эмоции. Но с другой стороны, надо их использовать. Континентальный шельф, внутренние моря, особая экономическая зона. Все по единому торговому кодексу. А это обычное вексельное право. Натуральный вексель прям. И у него в руках оказалось вместо одного документа целых три. То есть тройной документ сшитой нитками. Паспортно-визовый бланк. Авалист, ответственный по данному векселю. Я собираюсь управлять сам своим имуществом. Для них самое простое, это просто спрятаться. ТРАССАД, то есть банк, есть вексель на сумму 6 миллионов. Немножко заторчали. Заплатите. И, короче, дописываю слово трата. Договор аренды персональных данных им закидываю. А нам юристы сказали с вами не общаться. Они акцептировали их же методы к ним применять. Как хозяин на своей территории. Я назначил себя технокоролем. Любая бумага – это вексель. Значит, оставьте апостол. Во, вот это наш вексель. Вот поэтому мы будем работать. Товарищ мировой судья не понял. Поэтому взыскать с этих товарищей по векселям получилось 16 килограмм золота. Товарищи не поняли. Пришлось им директора поменять. Они мне уже задолжали полтора миллиона. Я дал интервью «Россия-24». То есть они меня назвали вольным каменщиком. Это тот, кто строит систему. Мы перестраиваем систему. А между мной и Богом посредников нет. Кто там чиновника взяли, тот чиновник. А там у них такая чистка идет все. Самого должностного лицо со стороны ЗАГСа подтвердило. Должник остался прежний. Такие важные вещи надо показывать народу. Привет, смотри. Сегодня посмотрел твое видео. Вот с каким-то мужчиной из Дагестана вроде, да? Вы там записывали подключение от электричества. Да. Не досмотрел до конца, только половину убил. Там у него как получается? Удалось добиться успеха? Ну, записывали дня два назад. Или сколько там? Три. Но пока еще тишина. То есть вы их озадачили? Вы какие действия предприняли? Вы их озадачили, что типа он живой человек, и его нельзя отключать? Дело не в том, что живой человек, не живой. Дело в том, что договор, заключенный так, с физлицом, тебя воспринимают как физлицо, то есть индивидуальный предприниматель. А если ты договор расторгаешь, аферты там, неважно, там устный, конкурентный договор, то, соответственно, остается человек по данному месту проживания. То есть домовладение подключено, а физлицо, которое ведет деятельность по данному адресу, все, оно прекратило деятельность по использованию ресурса в качестве получения прибыли. Схема простая. Это же все основано на договорных отношениях. А договор по поводу электричества как его расторгли? Смотри, там два договора заключаются. Во-первых, технологическое присоединение – это с электросетями. Это первый договор. А второй – тебя электросети направляют в энергосбыт для того, чтобы якобы дать тебе разрешение на подключение. Вот именно с энергосбытом вот этот договор и расторгаем. Эта схема еще давно. В 2016 году еще ролик первый раз записывался. А когда я пришел в энергосбыт, здесь в Адли, в Сочи, выяснять, кто они такие, откуда взялись. Потому что лица, имеющие право действовать, без доверенности не было. Управляющая компания была на тот момент ТНС «Энерго», и она была зарегистрирована на Кипре. Еще помимо этого ликвидирована в 2013 году. Вот я как раз пришел выяснять, на каких основаниях квитанции присылают. У лица, который себя выдавал за директора, были после этого проблемы с прокуратурой. Я как раз через неделю застал именно в тот момент, был возле прокуратуры, когда вот это лицо в виде директора выходило, такой весь спотевший, взъерошенный из прокуратуры. Меня увидел, так глазами пересеклись. Наверное, что-то про меня плохо подумал. Быстро-быстро в машину сел и ехал. Не, он, наверное, наоборот хорошо подумал. Надо же, еще могу смотреть на людей. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты используешь в своих разговорах, когда, ну, допустим, я не помню, по-моему, по поводу «Думай сам» ты звонил в этот ФСБ и говорил, что ты капитан судна. Ты имеешь в виду капитан судна какого? Своего физического тела? Да. Это откуда вообще понятие такое? Так, где я уже... Ну, во-первых, это в позитивном праве прописано было, и где-то в церковном, кажется, праве было указано о том, что тело человека воспринимается как, ну, во-первых, сосуд для души, да, и, во-вторых, как судно. Оно же появляется через воды матери, правильно? То есть ты рождаешься через воды матери. Все, что еще надо? Морское право, хочешь, не хочешь. И в морском праве четко сказано, что все на благо человека, человечества. Разве мы против? И во всех конституциях человек является высшей ценностью. Все. Но здесь это воспринимается не в биологическом плане человек, а именно в том, что под этим словом спрятали название юридического лица. Все. Под гражданином спрятали физлицо, под человеком юрлицо. Вот и вся фишка. А по биологической, конечно, человек — это разумное существо. Опять же, разумное, которое разум включает, а не работает чисто на эмоциях. То есть может контролировать свои эмоции, давать им в ненужный момент, соответственно, выплескиваться. Сегодня мне интересную мысль подсказали, что все уроки нам даны только лишь для того, чтобы научиться выходить из любой ситуации в спокойном состоянии, уравновешенном. Правильно. Ты же сам видишь, что если ты начинаешь поддаваться на агрессию, соответственно, и результат будет не очень хороший. А если ты на позитиве, то противоположная сторона через какое-то время выдыхается и не может уже дальше с тобой вести диалог. Нет. И я тут услышал более глубокие какие-то намеки, что надо выходить из ситуации и не на позитиве, и не на негативе, а в уравновешенном состоянии. Ну, это тоже хорошо. Как будто знаешь, что типа сходил в суд, а вышел оттуда, как будто в магазин сходил за хлебом. А многие идут в эти здания, как на битву великую, там готовят щиты какие-то, еще какие-то, что-то натачивают, чемоданы готовят, документов, выходят и, ох, они такие, ростаки, вот в таком состоянии выходят, и весь недовольный такой. Да, эмоции надо свои держать и понимать, что даже этот урок в виде суда, он тоже для чего-то нужен. Но если вы туда ходите и пытаетесь что-то там добиться, я не знаю, они сидят и оказывают услуги. Но с другой стороны, надо их использовать. Я вот сейчас хочу по вексельному праву немножко их взбодрить. Мне сказать, я уже начал взбодривать. Ну, еще, скажем так, не в полном объеме. Ну, ты заметил, что весь интернет сейчас просто, как сказать, весь интернет обратил свои лучи внимания именно на вексельное право. Сейчас очень многие изучают вексельное право и пытаются использовать и Индосаминты, и Алонжи. Правильно. А вся, получается, система, она и работает по вексельному праву. Помнишь, что с 1992 года договор был заключен между США и Российской Федерацией о недопущении двойного налогообложения, где четко прописано, что Российская Федерация подразумевается, это континентальный шельф, внутренние моря, особая экономическая зона. Все. То есть некая организация, созданная, так понимаю, товарищами из США, ну и работала эта организация по единому торговому кодексу США, UCC этому. А это обычное вексельное право. Вот сейчас мне его книжечку ребята скинули, поделились. Наш перевод, все тоже отсканированная книжечка. Это вексельное право, просто более расписанное. Нюансы там еще имеются. Вся система, вот читаешь и понимаешь, что все работает чисто вот в этом формате. А когда ты это осознал, ну почему же не применять? Ты знаешь, к какому выводу я пришел, не изучая вексельное право, а просто вот общаясь с людьми. То есть я, можно сказать, еще ни одной книжки по вексельному праву не прочитал. Но кое-что наслышан именно от людей, что такое вексельное вообще, вексель, право и так далее. Я пришел к выводу, что это просто обыкновенная долговая расписка, типа я у тебя взял в долги, в долг и обязуется выплатить такому-то сроку. Ну вексель, он немного имеет более, чуть больше атрибутов. И получается там есть по предъявлению, ну допустим паспорт имеет, паспорт Российской Федерации имеет все признаки векселя. То есть вексель по предъявлению. А с другой стороны, он полностью не соответствует законодательству РФ по требованиям, предъявляемым к оформлению паспорта РФ. То есть там больше 21 нарушения, а вот по вексельному праву все сходится. Натуральный вексель, прям все читаемо. И дата есть, и цена, и срок возврата, и по предъявлению все на месте. Ну вексель натуральный. То есть что-то происходит, но мы про это не в курсе. Мне тут недавно прислали ролик, не знаю специально или не специально, человек, короче, этот паспорт РФ, я не знаю, как у него получилось, но короче вот эта прошивка красно-белыми нитками, она как-то, ну в общем, это расшилась, разъединилась. И у него в руках оказалось вместо одного документа целых три. Первая бумага, это вот эта красная обложка с золотым насечением, называется Российская Федерация паспорт. Второй документ, это вот эта первая, вторая страница, которая там в конце заканчивается. Я понял, отметками в паспортах она оканчивается. С росписью там вот эта вот, она называется паспорт гражданина Российской Федерации. И третья бумажка, это вот этот заламинированный вкладыш, который по сути является отдельным документом, какой-то этот пропуск для прохода куда-то. То есть тройной документ сшитый нитками. Паспортно-визовый бланк. Три слова, паспорт, виза и какой-то бланк. Со вкладышем. Ну, вкладыши нам не дают. Ну, возможно, вот этот заламинированный и есть вкладыш. А возможно, его вообще не видно. То есть они его вытаскивают и по нему проводки все делают. Все может быть. Все проверять надо, на все не хватает времени. Вкладыши, я так понимаю, нам не выдают. Самое основное. Поступила информация, что такие вот бланки, в кавычках бланки паспортов, поступают уже с отрезанной этой второй частью в заламинированной. Уже с отрезанной частью поступают сами ОМВД. То есть их намного раньше где-то отрезают. Не в самом ОМВД. А как тогда заполнять его? Так его заполняют где-то там, где печатают. Там же отрезают. Они же данные подают, а им где-то их печатают и потом присылают. Все. Ну, видимо, даже если так, как-то нужно это все соединить с нашей подписью. То есть, видимо, после того, как сдаем паспорт, они это все восстанавливают обратно и получается полноценный какой-то... А, они его могут подшить заново. Эта страничка может быть больше. И они ее подшивают как заламинированную еще одну страничку. Да, да, да. Вполне может быть. Что они... Вот им приходит вот этот бланк уже заламинированный, да? Они все, что делают, это вот они на втором документе под названием «Паспорт гражданина РФ». Они ставят роспись, пропечатывают это название ОМВД и ставят это о штемпеле регистрации и о ранее выданных паспортах. Все. Ну, понятно. Все может быть. Надо проверять. Ну, как-то вот так вот. Нет, а в том-то и дело, что там же подпись-то именно получателя, она получается крайняя. То есть, вексель-здатель выдал, а товарищ, кто его принял, принимает на себя. То есть, он авалист, получается. То есть, ответственный по данному векселю. А далее сам наблюдаю, что система хочет увидеть данный вексель для того, чтобы оказать услугу. Они очень сильно хотят его увидеть. Понимаешь? Поэтому в таком формате мне, например, он не интересен. Поэтому я от него уже давно избавился. Я же хочу сейчас пользоваться только настоящим векселем, в который выписан был с самого рождения. Вот это юридическое лицо. Все. Только им. Права человека, права человека. Больше мне ничего не надо. Филиалы подразделения я не хочу открывать. Ну, в виде паспортов вот этих, чтобы обслуживали. На сегодняшний момент при таком, значит, отношении к подопечным, скажем так, со стороны системы, мне неинтересно. Я собираюсь управлять сам своим имуществом. Скажи, вот в твоей жизни какие-то произошли изменения такие кардинальные после того, как ты вступил в должность генерального распорядителя? Ну, еще пока кардинальных больших не заметил. Поэтому что значит большие и кардинальные? Я, знаешь, с 16-го года вот занимаюсь сначала восстановлением Советского Союза, да, потом уже более... А потом, я же говорю, начал переходить на более другие ступени, да, то есть развитие. И вот на сегодняшний момент меня и так уже все знают, никто со мной общаться не хочет из системы, понимаешь? Для них самое простое — это просто спрятаться. Что-то подобное у меня происходит тоже. Вот, я говорю, на сегодняшний момент многие из моих подписчиков, ну, знаешь, так, с таким этим злорадством некоторые, ну, где там твои крузаки, там, еще что-то там, в таком вот роде, это когда я крузак по коду 643-му покупал. А договор-то у меня до сих пор, он на месте, и в нем прописано, что он бессрочный. В момент там пока не исполнится. Я со своей стороны исполнил. А помимо этого у меня еще платежное поручение от этой организации было, это ключ авто, и когда я ходил в Сбербанк, чтобы мне поставили, значит, ну, на заявление о том, чтобы провести конверсию, так мне сотрудник банка прямо на этом платежном поручении поставил, что принято банком, и отметку поставил печать, соответственно, банка. Так вот, это платежное поручение является переводным векселем. И вот когда я книгу эту прочитал про вексель, там сказано, что трассат, то есть банк, плательщик, скажем так, ключ авто попросил, чтобы я стал плательщиком, но я перевел на банк. Банк сделал отметку, и он должен поставить отметку в виде простой надписи «получил» или на лицевой стороне, или на обратной стороне данного поручения. И вот у меня прямо на лицевой стороне, представьте, получили, получил банк, принял банк, и отметка стоит в печати. То есть получается, что у меня на сегодняшний момент есть вексель на сумму 6 миллионов, где товарищи, значит, должники в виде магазина этого ключ авто немножко заторчали. И вот я им сейчас предлагаю, ребята, заплатите, у меня тут вексель завалялся, заплатите, пожалуйста, по векселю. Копию им сделал, значит, отослал заказным письмом. Они мне в течение трёх дней курьером прислали. Мы там всей толпой своей изучали, и мы пришли к выводу, что это не вексель, поэтому ваши долговые претензии не обоснованы. И мы с вами же расторгли договор в 2018 году. А, и указывают, значит, договор у меня там 1553, от 15-11-2018 года мы расторгли. Но у меня договор с такими же цифрами, но от 2017 года. То есть они специально указывают другой год, что ввести в заблуждение, потому что в договоре прописано, что он бессрочный, там нет такого пункта, чтобы они могли там расторгнуть в одностороннем порядке. И вот на этот ответ я им пишу, ну, конечно, это же не вексель, потому что в нём отсутствует слово «трата». И, короче, дописываю слово «трата», делаю копию и отсылаю. Так, помимо этого, я им запрет на обработку персональных данных, а у них было согласие мы, и договор аренды персональных данных им закидываю, распоряжение о выдаче автомобиля. Назначаю дату. Ну, понимаю, что они начнут там выделываться, но думаю, всё равно распоряжение есть, отправил, получили. Звоню им, я говорю, ну что, вы подготовились? И там какая-то ответственная, не знаю, кто это за женщина. Говорит, нет, мы сам не подготовились. Я говорю, а вы ответ-то думаете давать? А нам юристы сказали с вами не вести, ну, типа, не общаться. Я говорю, да вы молодцы вообще. Вас, юристы, вообще мне они нравятся, потому что в распоряжении о выдаче мне ресурса готового в виде автомобиля такого-то, за неисполнение каждый день просрочки 1% от объявленной им стоимости. То есть, понимаешь, да? Мне лично и там в плюсе. И, соответственно, аренда персональных данных. 5 тысяч в сутки. Они акцептировали. Помимо этого, они мне ещё на СМС, на телефон присылают, что ключ авто там метры бесплатно, чего-то там. То ли они квартиры продают, то ли чего, не знаю. Но факт в том, что в заголовке есть ключ авто. То есть, товарищи акцептировали аферку. А теперь, товарищи, там, мировые судьи сейчас приказ выпускать. И, ну что, договор есть, ребята. Будем их же методы к ним применять. Ну, а как ещё остаётся? По-другому никак. Так что вексельное право интересно. Надо уделить ему внимание. Я вообще пришёл к выводу, что нету ни денег, ни каких-либо других особых ценностей на бумаге, кроме как векселя. То есть, свидетельство о рождении вексель, паспорт векселя, любая бумажка там, вообще любая там, квитанция, ещё что-то, где есть две росписи, заверена третьей стороной, и заглавные буквы, дата есть. То есть, ну, всё, это вексель. Все признаки векселя. Да. Денег нету. Коды валюты – это тоже всё, скажем так, для физлиц. Почему я сейчас даю распоряжение, что вы дайте мне мой ресурс в виде готового изделия? Почему именно такой подход? Во-первых, потому что на сегодняшний момент свидетельство о рождении, то есть мой человек, он зарегистрирован в этой системе, то есть ЗАГС, налог. Открываешь и проверяешь, свидетельство числится или нет. Моё числится. То есть, соответственно, здесь, на данной территории, я не как чужеземец по паспорту могу только находиться, а как хозяин на своей территории, о чём есть соответствующая отметка. То есть, во-первых, права человека наделены, вот это свидетельство о рождении, а во-вторых, я являюсь участником вексельного оборота. Всё. О том, что я вступил в должность генерального исполнителя, я вот буквально неделю назад уведомил Центробанк, департамент по финансам и ценным бумагам. В ответ мне они прислали, что мы приняли к сведению. А этот нюанс я в новостях просто увидел, как Илон Маск, который назначил себя технокоролём в своей компании, об этом уведомил в США значит департамент по ценным бумагам. Понимаешь, ты же ценные бумаги выпускаешь. Да? Ты вступил в должность. Это тот самый US Treasury, да, так называемый? Ну, не знаю, как там по-английски. Но факт в том, что уведомили. Потому что ты вот сейчас тоже, ну или там люди, они, любая бумага, это вексель. Всё. Долговое обязательство написал, там заявление или что там, как они его форматируют, что они там дописывают, это уже второй вопрос. А ты уже от своей должности, соответственно, будешь выпускать и как-то взаимодействовать напрямую. Вот я сейчас им задал вопрос, чтобы они организовали прямое взаимодействие, чтобы посредников не использовать. Но как это все сейчас будет происходить, не знаю. Пока протаптываем дорожку. А подскажи, а ты со своим паспортом, ну вот этим, с паспортом персоны, что сделал? Сдал им обратно? Не, он у меня приказал долго жить. А ушел и не вернулся, да? Да, ушел и не вернулся. И самое интересное, знаешь, что это он еще в 2018 году, ушел и не вернулся. Я в газету дал объявление, что, ну, ушел и не вернулся. Все, считать недействительным. Потом несколько раз я там писал об утрате заявление в полицию. С горем пополам прокуратура там, не знаю, год через полтора отписалась, что, да, утраченный. Все. Ну, вроде бы ответ нормальный, все утрачено. Но в базе он числится. 45 лет исполнилось, все равно числится. Не отпустим все равно. Ну, не хотите, не надо, ну, что теперь? Будете платить? Это знаешь, как у этого, у фермера овца сбежала, а бирка от нее осталась. И он ее не выкидывает, бережет. Хорошая бирка. Я помню эту овцу. Типа того. А вдруг вернется? Ну, кто же его знает? Не вернется. А ты эту персону с регистрации снимал прежде чем это? Нет, на тот момент не снимал. И вот до сих пор там числится. Я им несколько раз отсылал, чтобы они сняли с регистрации. Ну, дурачка включают. А не думал получить новый и снять с регистрации, а потом это, чтобы новый паспорт тоже пошел за вторым? Не хочу. Ну, это опять же новая форма, 1П там. Не хочу. Кстати, можешь пояснить, почему вот когда люди попадают в так называемые отделы полиции и по любым там статьям, административка, допустим, и нету документов с собой, заходит суд, они там в суде, копия формы 1П, он, он, все, виновен и до свидания. Нет, тут же, тут же как, говорят, судья спрашивает, ты там, Иванов Иван Иванович? Да. Ты-то думаешь, что ты там, не знаю, информацию считываешь с паспорта СССР, например, да, или со свидетельства о рождении, а тут у него на столе папка лежит, он туда смотрит, что у него там, а не о чем ты думаешь. Понимаешь? И вот в этот момент уже надо задуматься, кто ты. Нет, я тебе скажу из своего опыта, то есть я по-всякому пробовал. В общем, и с паспортом попадался, и без паспорта, и ни в какую не признавал себя, и нигде не расписывался, потом расписывался, потом ЦФБА использовал, потом без оборота на меня, без акцепта, без ущерба, всячески пробовал. Им все пофиг было, то есть неважно, есть у тебя паспорт, нет, они все равно форму 1П вытаскивают и судят, короче, по форме 1П. Я говорю, так это же не я, там вообще какой-то без бороды, без усов, короче, без волос длинных, там непонятно кто, на меня вообще не похож. А им без разницы, они двух очевидцев подписывают протоколы, и все. После этого я понял, что протокол обязательно нужно, как говорится, оставлять там свою закорючку, но заполнять очень правильно. То есть я пришел к выводу, что нужно писать, не разъяснены все права, пишу CFBY, вообще без закорючки, и правый нижний угол еще закрывает, двоеточие он тонн. И вот такой протокол у меня не зашел ни в суд, не смогли, то есть суд, мировой суд возвратил обратно в ОМВД. В ОМВД эти материалы дошли до руководства, до начальства ОМВД. те вынесли постановление об отказе, о прекращении административного дела за отсутствие состава правонарушения. Но при этом выделили уголовное дело, то есть присутствуют признаки уголовного дела. Выделили уголовку, и тут же следом приходит материал отказной по уголовке, то есть тоже за отсутствие состава преступления уже. То есть мировой судья в отказ пошел, начальство ОМВД по административке сделал отказ и отказ по уголовке. Вопросов нет. Вот сейчас как раз экспериментируем. А у тебя свидетельство, оно пробивается через базу? Да, пробивается. Я проверял. То есть уже внесли, правильно? А я не знаю, когда внесли. Помнишь, мы с тобой разговаривали месяца два назад? Вот, я тогда проверял прямо и это пробилось. Ну вот, я же говорю, что на сегодняшний момент я это повторку заказал, чтобы основной не носить документ, да, повторку. По иным обстоятельствам. Там есть у них по 143-му ФЗ, в девятом пункте, соответственно, определение. Я так как не утратил, не испортилось. Просто той организации, которая выдала, нет пока, скажем так. А раз тут другая обслуживающая организация, дайте свою бумажку, для того, чтобы я мог свободно передвигаться по всему миру. Значит, поставьте апостель. Конвенция ООН же есть, считай, от первого года. Вот и апостелируйте. Так как я буду перемещаться при помощи векселя, то есть вексель у меня будет в руках, не документ, достоверяющий личность, а вексель. Соответственно, по вексельному праву, я, держатель векселя, не обязан предъявлять иных документов. Всё. Пока не доказано, значит, что он держит незаконно данный вексель, то он считается правильным векселедержателем. Поэтому никаких дополнительных документов в виде паспорта, покажите нам фотографию или ещё что-то. Мне, например, это уже будет неинтересно. Слушай, а территориальность векселя имеет значение? Нет. Это в самом пределах. Апостель? Подожди, если... Подожди, я хочу просто это... Что-то тут интересное есть. Если два человека, один другому, занял денег, тот ему написал расписку, то есть, по сути, вексель, да, что обязуюсь вернуть в такой-то срок, в такой-то дате. Если... Ну и там место составления было указано, там планета Земля, страна РФ, город Сургут, или неважно, Москва, и вдруг он попадает на Луну, ну, предположим, и там пытается этот вексель реализовать. Он его там встречает. А тот говорит, а что ты мне этот вексель суёшь? Типа, это мы на Земле заключили, а тут Луна. Нет, здесь протест по векселю. По идее же место передъявления не имеет значения. Правильно? Здесь другие нюансы. Здесь идёт речь о чём? Когда ты будешь по свидетельству свидетельство использовать как вексель, у тебя там прописан должник. То есть у тебя некая страна или там государство взяло в долг у тебя медицинское свидетельство о рождении, то есть ресурсы, которые ты наделён по праву рождения. Всё. В любой момент она тебе готова возместить, что тебе необходимо. Но так как ты, как человек, скажем так, будешь свободно передвигаться, то есть со своим человеком свободно передвигаться по всему миру, то чтобы тебя обеспечивали в той точке, где ты хочешь находиться, соответственно, подписана конвенция между странами и участниками. На сегодняшний момент, я не знаю, там их больше двухсот уже. Вот. В любом месте они будут признавать этот вексель и, соответственно, сами там между собой решать вопросы. Вот тут возникает вопрос. Вот меня всегда интересовало, вот я, кажется, нащупал ответ на свой вопрос. Почему паспорт РФ не котируется за рубежом? Почему надо получать и обязательно этот загранпаспорт, чтобы выехать за рубеж? Потому что не котируются. А потому что конвенция между СССР и другими странами заключена, а РФ я его не заключала. Не ратифицирована, скорее всего. Вот. И, соответственно, если ты с паспортом РФ приезжаешь туда, и не смотрят, так это что? У нас такие векселя не ратифицированы. Да, скорее всего. А вот когда загранпаспорт выписывают, там написано место рождения ЮССА у всех прописано. Ну, все, кто в СССР родился. Во, вот это наш вексель, вот поэтому мы будем работать. Ну вот, видишь, уже это пазл сошелся. Логичный же. Да, конечно, логично. Да. Вот поэтому их с Олимпиады-то и это, не хотят они иметь с этими векселями-то дела не ратифицированные. Возможно. А вы там у себя в ваших краях вот эту надпись CFBY AR там под принуждением всякие не тестировали? Мне не приходилось. А, значит, кто-то мне звонил, я не помню, стулы или откуда-то, то есть ребята говорили, что у них работает, они попробовали применять, да, сработало. В принципе, то, что ты у себя в роликах говорил, что там вырывают эти протоколы сотрудники полиции, не дают заполнять, вот то же самое, вот мне тоже ребята позвонили, но не те, с которыми ты вёл диалог, а, не знаю, сторонние ребята. Я вот не помню, город, откуда звонили, ну, подтвердили. Ну, мне со всей страны, даже со всего мира слетается информация по этому CFBY. И, ну, скажем так, 80% положительных результатов, 20% непоняток. Подожди, подожди, когда начинаешь выяснять, почему непонятки и почему не сработало, потому что пишут, я там написал, а штраф всё равно выписали. Когда начинаешь выяснять подробности, оказывается, человек вообще не соображает, что такое CF, и что такое BAYER, и что это означает, и где надо ставить, и в совокупности с какими действиями это надо делать, и в совокупности с какими надписями там права не разъяснены, и всё остальное, и что закрывающие надписи надо делать, и правильно разговаривать, и не называться физлицом, и т.д. и т.п. То есть, человек совершенно понятия не имеет, что это такое, и думает, вот я сейчас напишу, эти буковки, и всё прекратится в моей жизни. Весь предпочтет. Всё это будет работать, только когда ты знаешь, о чём вообще говоришь. А если ты не знаешь, а просто списал, скажем так, на экзамен пришёл, соответственно, тебя засыпали на данном экзамене. Ну да, да. подписи, подписи, знаешь, я вот как-то всё-таки не сторонник был подписывать эти все вещи, там, ни цейфбай, ничего, ну, на тот момент даже я не знал бы, и не подписал бы всё равно, я думаю, когда у меня эти номера советские у меня были на машине, я же ездил месяца два, потом товарищи обиделись, но факт в том, что гаишники местные, они там понасоставляли, не знаю, там сколько-то протоколов составили, и два из них должны были пойти в суд. Я, естественно, ничего не подписывал, они там в суд отправили, суд там что-то, решение какое-то вынес, хотя я в этот мировой суд закинул, что я вступил в должность генерального исполнителя запрета занятий, значит, в моей должности, вступления в мою должность этому товарищу. Опять же, запрет на обработку персональных данных, договор, оферты персональных данных, значит, аренды. Товарищ мировой судья не понял, о чем я, ну и вынес там какую-то писульку, что типа лишить. Хорошо, думаю, матери прислали, мать там в ужасе, вай-вай-вай, там тебе тут такие вещи шлют, я говорю, успокойся. Ну, думаю, ладно, это не сработало, дай-ка я как физлицо им напишу, они же там 10 дней надо. Я же пишу, как физлицо, ну, не нарушал я ничего, не мог там находиться, потому что передал имущество, вот в газете напечатано, что юридическому лицу передал имущество. Генеральный исполнитель этого юридического лица, вот мужчина Андрей, он принял решение, соответственно, ну, ограничить передвижение моё, ну, этого физического лица путём уничтожения произнового билета в виде паспорта РФ. Всё, теперь единственное место обитания, это там Кавказский район, там МВД, такое-то, по адресу, такому-то, с радостью бы посетил ваше мероприятие, бы ответил бы на все вопросы, но нету передвижения, не могу передвигаться, значит, занёс, хотел в суд занести, они не работают, через почту, месяц они, короче, не получают в этом суде, не приходят за письмами, письмо отсылают туда, в Кавказский район, в МВД, там тоже его никто не получает, я, значит, на почту прихожу, верните на место и передайте, значит, этому такому-то лицу, который там себя за судью выдаёт, вернула почта, месяц ещё пролежала, в итоге, короче, больше двух месяцев письмо забирали, но всё-таки забрали, на 12 апреля, вот, они передали в Адлерский районный суд, хотели меня пригласить туда, как заявителя, значит, на заседание, при этом на сайте на это время никаких заседаний по моему делу там не назначено, хорошо, я же пишу не по данному их, не по повестке, а просто пишу, значит, иск по вексельному праву, а подписываю, знаешь, от кого, человек, там, и серию свидетельства, и номер, всё, больше ничего не пишу, там у меня, человек, там, один мл, 279475, вот такого-то числа, всё, больше ничего не пишу, а дальше написал, говорю, ребята, тут какие-то два типа в форме, заполнили векселя, я, значит, сразу отказал в акцепте, они, соответственно, проигнорировали, я им запретил заступать в должность, они опять проигнорировали, потом, значит, они обратились в некую организацию, там, мировой суд, такому-то физическому лицу, для того, чтобы получить выплаты по этому векселю, соответственно, физлицо такое-то вынесло какой-то ещё один вексель, в итоге мы имеем, значит, три физических лица от таких-то организаций, которые не имеют регистрации в Российской Федерации, то есть ничтожны, но векселя выпущены от этих организаций, а по вексельному праву, то есть векселя не теряют своей вексельной силы, а вся ответственность ложится на подписантов, поэтому взыскать с этих товарищей по векселям, ну и, соответственно, данные товарищи нанесли ущерб моему человеку через физическое лицо, а ущерб физическому лицу прописан в Конвенции ООН по воздушным перевозкам, от 1929 года, потом в 1955 году подкорректировали, увеличили сумму ущерба, так, 250 тысяч франков, французских, французский франк равен 655 миллиграмм золота, миллиграмм, не грамм, миллиграмм, короче, получилось это 16 килограмм золота, я, соответственно, так как они физлицу причинили ущерб в первую очередь, то 25 лет взял за основу это действие этого паспорта, 25 лет, поделил на 16 килограмм, получилось, что в один день ущерб моему физическому лицу стоит 1,8 грамм золота, то есть 7500 там с копейками, ну, нормальная сумма получилась, в принципе, адекватная для сегодняшнего времени, ну, и я, соответственно, пишу, что вот эти два физлица из ГАИ, из ГИБДД, заняли у меня 200 дней, то есть на полтора миллиона сегодняшними деньгами по курсу Центробанка, а вот физическое лицо из другой организации, мировой суд, у меня 123 дня занято, вот на такую-то сумму, но мало того, это физическое лицо еще акцептировало договор аренды персональных данных, еще по 5000 в сутки, поэтому вот эти, вот эти должны вот только столько-то, сумму взыскать, передать, значит, через депозит нотариуса, предъявителю такого-то документа, все, вот они числа, наверное, 7-го получили, пока тишина, 7-го марта? Ну вот, апреля, 12-го апреля должно было заседание, ну где-то перед заседанием получили, ну, тишина, покой. По заседанию решение есть какое-то на сайте? Так я же тебе говорю, что не было даже вообще ничего, повестка есть, номер дела есть, а на сайте ничего нету. А ты сам не звонил, не узнавал? Нет, да мне интересно. Ну нам интересно, мне интересно. не, они сами проявятся. А сейчас я же про что говорю, смотри, я же помимо Тойота, у меня еще здесь это, рядышком Мерседес-центр. Я с ними тоже общался ранее, как человек, значит, пришлось им директора поменять, когда они захотели применить карательную медицину. Вот после того, как я их-то раскусил, что они хотели, уже полицейских там подговорили, значит, хотели еще судью туда же. подтянуть, но судья не решился, ну и правильно сделал. А директора после этого сразу пинка подзатый, тот говорит, аж куда-то Казахстан умчался. Поэтому, а на сегодняшний момент другой директор. И так как у меня знаний больше, я здесь заявляю, что я как хозяин этой территории, правильно же, вот свидетельство есть, выдан, вы правоприемники, все, ребята, так как автомобиль это ресурс и полезный ископаемый, правильно, в виде готового изделия. Значит, открываем конвенцию по международному праву о договорах купли-продажи. Так вот, там вот эти поставки товаров между странами, значит, страна, которая заказывает поставку, должна обеспечить ресурсом на изготовление. То есть, ты уже понял, да? То есть, к нам сюда на территорию, где ты являешься хозяином, поставка приходит автомобилей. То есть, ресурсов в виде готовых изделий, не автомобилей, ресурсов в виде готовых изделий. А ты приходишь в автосалон, говоришь, ребята, выдайте мне. Они говорят, не-не-не, у нас есть ПТС, его стоимость 30 тысяч рублей, ну, так как это же вексель, выполнен на вексельной бумаге, и сумму можно просчитать через государственную пошлину. То есть, если ничего сильно не поменялось, то, согласно вот этой книге вексель, там прописано, что вексельный гербовый сбор равен 1,4% от суммы. 0,25? Да. Нет, 1,4%. Да, 0,25%. Вот и получается, что ПТС стоит там 30 тысяч рублей, ценная бумага это, да? А они тебе предлагают, чтобы ты прокредитовал их организацию на 10 миллионов, на 15, не знаю, на миллион. Просто дай нам в долг, говорит, мы тебе, может быть, отдам, если ты поймешь, о чем, мы тебе отдадим. Ресурсы они продавать не имеют права, потому что он принадлежит человечеству по морскому праву. Я пришел за ресурсом в виде готового изделия. Они пытаются, значит, что-то там навязать, какое-то дополнительное соглашение в виде договора купли-продажи. А мне не нужен их договора купли-продажи, мне нужен акт приема-передач автомобиля. Я им написал, что, ребята, тросатом назначаете Мерседес банк, ОГРН такой-то, такой-то, грузополучателем назначаете номер свидетельства. Все. Товарищи не поняли, но они решили тоже не давать ответ. Но сегодня я им заслал, что они мне уже задолжали полтора миллиона, потому что, ну, каждый день просрочки, извините, один процент. Вы же сами акцептировали. Раз вы молчите, значит, вы соглашаетесь. А так как вы живете на территории РСФСР и оказываете услуги, то Гражданский кодекс РСФСР открываем, там молчание знак согласия. Ну, это как бы, смотри, первый вывод, к которому я пришел, у тебя больше такая нападающая позиция, да, получается, потому что в основном народ защищается от нападений со стороны РФИ и остальных, ну, и других там всяких фирм. У тебя получается такая нападательная позиция, то есть ты тестируешь с точки зрения вексельного права, выставляешь долги им, да? Лучшая защита это нападение. Ну да, это когда тебя никто не трогает. Нет, я же прихожу им и разъясняю, ребята, вы живете вот так-то на этой территории, будьте добры, соблюдайте. Они не хотят, то есть это в первую очередь моя задача, донести эту информацию до данных товарищей на местах. раз в девятнадцатом году объявили, что я вольный каменщик, ну, никому объяснять не надо, что это такое. Вот я, соответственно, на своем, так сказать, месте товарищам просто доношу информацию, что пойдете туда, там будет яма, упадете. Но я доношу по-своему. Они уже сами пускай думают. Я же ничего от себя... Я ничего не понял про вольного каменщика. Это ты про что? Ну, вольный каменщик, это вольный каменщик. И по телевидению, ну, не всех объявляют. Ну, был ролик, там, на Россия 24. У меня где-то даже на канале есть. Вот ты начал... А? Ничего не понял. Ну, вольный каменщики, знаешь, что такие? Ну, примерно представляю, кто это. Ну, я ничего не пойму. Ты про себя говоришь или про кого-то другого? Про себя, про себя. Ничего не пойму. Ты туда вступил, что ли, или что? Зачем я вступил? Меня там признали. В смысле признали? Ну, раз по телевидению объявляют, не я никого не просил, по телевидению меня объявляют. Подожди, я что-то не в курсе это. Что по телевизору показали? Ну, там интервью было. попросили меня, чтобы я дал интервью «Россия-24». Так. Ну, в один ролик они поместили и Советский Союз, значит, движения по СССР. Меня там несколько секунд, минуту показали. но смысл в этом ролике был, то есть, они меня назвали вольным каменщиком, во-первых, а сам ролик, он сжат, ну, информативный, во-первых, для трех категорий людей был дан. Для тех, кто боится, то есть, их запугали сразу экстремизмом и все остальные, для тех, кто понимает, то есть, дали ссылку на 131-й ФЗ о том, что администрация обязана обеспечить нам всем, что там прописано, а третье, это вот тем лицам, которые занимают должности, просто огласили, кто есть кто. Все. И вот, когда я... Мне кажется, ключевое слово, что они хотели донести, это вольный. Каменщик. Вольный каменщик. Это тот, кто строит систему, перестраивает. Вот мы сегодня вот потихонечку вот своими действиями письмами, мы перестраиваем систему. У тебя что-то подобное, как и у меня просто произошло. У меня тут НТВ приезжал три года назад и хотел из нас сектантов сделать, а в итоге на весь мир мои слова сказали, что я живорожденный человек с установленем Антона, и я ему сказал благодарствую. Ну, хорошо. Нет, так это надо использовать в своих целях. они не думали, что они мне благо сделают, а я тоже не думал, а потом пересмотрел несколько раз и понял, что они для меня на самом деле благо сделали. Так я про что говорю, это публичное уведомление. Да, у тебя получается то же самое произошло, тебя не просто признали вольным, тебя еще вольным каменщиком признали. поэтому на сегодняшний момент я всего лишь перестраиваю, а товарищи, которые здесь, вот эти коммерсанты, они же для чего здесь устроены? Для того, чтобы передавать, обеспечивать нам достойную жизнь. Ресурсы все оплочены из нашего страны, все, ресурсы туда передали, они их переработали в виде готовых изделий, нам сюда их дают. А в магазинах сам понимаешь, что чеки это тоже переводные векселя. Но мы не учимся по этим чекам назад все забирать. Поэтому за рубежом так хорошо себя и чувствуют, потому что говорят, вот эти товарищи такие щедрые, наши чупа-чупсы или там еще что-то покупают горстями, да еще так дорого, мы сколько не выставим, они все это покупают и даже назад ничего не просят. Понимаешь смысл? А вот налоговая, она же ведет учет каждой транзакции. Понимаешь? Если ты соответственно заявился в статус, то в любой момент, я так понимаю, можно через эту налоговую и предъявить, ребята, там сколько транзакций я Лукоилу закинул, так с этих взыскать, с этих взыскать, с этих взыскать. Я так думаю, что к этому все идет, потому что уже объявлено, что надо национализировать предприятие. То есть сам понимаешь, народ, даже который не знает, его возвращают юридически на территорию, то есть через ЗАГС, налог, соответственно, управление, которое всем это заведует, дальше уже предъявляет требования туда, повыше, скажем так, должникам рассчитаться. Вот на сегодняшний момент хотят экспорт бензина запретить, вывоз бензина. Через бензин же нам подняли цену на продовольствие. Помнишь же, как это все происходило? И сейчас думаю, если не деноминацию прямую объявить, что два нуля уберу, значит надо через бензин понизить. а там уже посмотрим, как это все будет выглядеть. Слушай, вопрос, смотри, по поводу генерального распорядителя. Вот я, насколько помню, ты прям отдельную бумагу писал, да, и всех уведомлял, что там живой человек, мужчина, не помню, как там у тебя написано, вступает в должность генерального распорядителя. И ты ее разослал, да, всем? Да, мужчина, собственно, именем Андрей вступает с генерального исполнителя своего юридического лица и названия юридического лица полностью. И куда ты разослал? В МБД, в ЗАГС, еще куда-то? Везде их там, везде. И постоянно налоговую писал, там, никуда, везде, короче, идут. Но я же тебе в начале ролика сказал, что самое основное это Центробанк по финансовому рынку и ценным бумагам, чтобы кучу там не уведомлять. А вот подскажи, пожалуйста, я у себя в шапке, ну то есть я много куда пишу и в прокуратуру там под всем трем уровнем, вплоть до генералки, там, Следственный комитет, УМВД, полномочный по правам человека, ГЖИ там, всякие инстанции, Госдума, аппарат президента, и там шапка очень большая, ну то есть по их стороне, со своей стороны я пишу, что там учредители и выгодополучатель такой-то персоны генеральный распорядитель. Вот этой шапке достаточно или нужно прям приказ писать, что вступай в должность? Не, смотри, я публичное уведомление в газете напубликовал и все, я просто публичное уведомление, копию делаю с газеты и прикладываю или сканированную в электронном виде фотографию обязательное условие официально, да? Конечно, публичное уведомление. А подскажи, я еще вдобавок под видео и под аудио в так называемом суде в мировом, вот когда с королем Еленой Петровной было это заседание, я ей прям там на словах все это сказал, что являюсь генеральным распорядителем данной персоны. Этого тоже недостаточно? Это не есть официальное уведомление? Ну, сделать в газету и не париться уже, есть что там, есть, нету, вот в газете есть, ребята, будьте добры, публичная оферта закинута, кто-то опроверг, нет. Но это невозможно опровергнуть. Так вот я же про что говорю, юридическое лицо нам с самого детства оформлено, все, деваться некуда, просто я же говорю, что многие люди не понимают, они даже Конституцию не считают, что там основной закон, основной язык это русский, а по русскому языку обращение к мужчине или женщине это имя, отчество, фамилия. А почему тогда ЗАГС, если государственный орган оформляет тебе документ и пишет наизнанку? Почему? Вопрос. Почему? Нарушает Конституцию. То есть Конституцию. Не просто наизнанку, но и правописание русского языка, они же додумались сейчас свидетельство о рождении именно за главными буквами все пишут, как фирму. не, 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 все есть нормально, нормально сейчас все пишется. Может кому-то... Не, не, я видел, капслоком все пишут, сразу фирму. Нет, не, 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 капслоком нет, по крайней мере вот у детей моих нету такого. Ну, у твоих нету. Мне присылают это со всей страны. Возможно, первоначальные может пытались так делать. Год посмотреть надо просто. Это вот современные пошли, которые вот буквально сколько там, 5-6 лет максимум. Ну, не знаю. Не могу ничего сказать, потому что дочери вот 9 лет. У нее такого. Так, подскажи вот про канон 15. Вообще вот эти все каноны, то есть позитивное, там, божественное, фидуциарное право. Ты, насколько я помню, ты один из первых поднял эту тему, ну, и поделился, и, соответственно, мы за тобой подтянулись, тоже начали это изучать. Ты на практике это все как-то применяешь? Я так понимаю, я правильно понимаю, что вот эти все каноны это свод правил для вот этих всех исполнителей, то есть для работников системы. Ну, это просто расшифровка, как система вообще работает, да, то есть, чтобы твое понимание в них, в эти каноны перенесли, не знаю, кто их писал и как писал, просто мне многие спрашивают, типа, вот, а кто их там написал, а кто там, где их приняли и все остальное. Я их читаю и слушаю свое сердце, скажем так. Вот что мне откликается, вот это я в первую очередь, а то, что там что-то я не понимаю, там какой-то, кто-то выше кого-то, там система, мне это неинтересно, потому что я понял самое основное, что когда я заявился на каждое свое доверие, то, соответственно, между мной и Богом посредников нету. и я понимаю, о чем идет речь, и вот нужный мне канон я взял, все прекрасно, вступил в должность, главное для чиновников указано, что они в мошенничестве будут обвинены, то есть они такие же, такие же игроки, то есть у них много карт на руках, они хотят такой картой играют, хотят такой картой играют, да, ну, извините, я в театр ваш пришел, но я здесь зритель, и не надо мне навязывать свои услуги, то есть тем более ты понимаешь, как система работает, и, ну, наша задача донести это вот до исполнителей, потому что не все понимают, о чем идет речь, ну, самое тяжелое нам досталось. Вот про этот конмошенничество 1507 народ начинает мне вот подожди, подожди, вот та фраза про это, между мной и творцом у меня нету посредников, мне многие говорят, уже человека три или четыре протестировали эту фразу в так называемых судах, и протестировало много людей, а вот именно у трех-четырех человек черной мантии ни с того ни с сего хватает папку, вскакивает и выбегает вот после этой фразы. Ну, тут много бывает, кто-то заявляется просто человеком, то есть у меня знакомый здесь заявился просто человеком, они видео снимали, да, сразу скачил, убежал, но все равно, а потом пришел и зачитал, типа, там, что он физическому лицу такому-то вынес, там, тот, тот, все. Ну, тут же имеет смысл тех действий, которые нужно сделать после первого выхода в черной мантии, ты же в курсе, да, там три стадии есть, три роли, три акта. Да. Ну, наверное, человек не знал, что делать в этом случае. Ну, это же все проверяется. На практике, да. Мы же всего лишь изучили и сразу проверяем, работает или не работает. А вы вот этот канон 15.07 по поводу мошенничества как-то проверяли на практике? Ты мне напомни, я его не помню сейчас. Любая низшая должность изничтожается, то есть погашается, если она увлечена при исполнении своей цели, либо увлечена в мошенничестве? Я не применял. Я применил, знаешь, как вот эта король Елена Петровна не хотела мне отправлять какое-то решение, хотя уже должна была как пять дней это отправить, насколько я помню. Я, короче, написал просто и по электронке письмо написал, что напоминаю вам ваши же слова, что вы обещали под видеозапись, под аудиозапись, в моем присутствии, что вы пришлете на адрес электронной почты такой-то документ. Напоминаю, что ваши действия в случае неуполнения взятых вами же на себя своих обязательств будут расцениться как мошенничество. Вот такую приписку сделал, все красным цветом и отправил. Буквально еще и срок, по-моему, ограничил трое суток. Они уложились в двое с половиной, что ли? Ну, короче, в два раза быстрее прислали, чем я требовал. Ну, хорошо. Они просто вспомнили, что они задолжали. Ну, наверное, это, про каноны где-то там прочитали, я не знаю, или что. Вот. А другие люди рассказывают, что как только они начинают под аудио и под видео говорить должностным лицам про принуждение, про мошенничество с их стороны, про подлог документов, и упоминают именно этот канон и полностью его зачитывают, после этого происходят странные вещи с этими людьми, должностными лицами. Такое ощущение, как будто их, знаешь, какой-то искусственный интеллект слушает или прослушка где-то стоит, и, в общем, как только он вот это всё произносит, про мошенничество, про махинации, про обман, про подлог, и вот эти должностные лица начинают уходить. Кто в отпуск, кто под следствие, кто под уголовку, кто на пенсию, кто по болезни, мгновенно. Ты же понимаешь, что мы сейчас, в принципе, подключаемся к информационному полю Земли. То есть, мы повышаем свою чистоту, подключаемся к непосредственному информационному полю. А товарищи, которые препятствуют, ну, извините, с ним уже это информационное поле чудеса творит. Я, знаешь, как по-другому, ну, немножко по-другому говорю. Я говорю, за каждым из нас, я ещё три года назад написал такой пост у себя в ВК, за каждым из нас стоит творец, все претензии идут напрямую к творцу. Ну, эта фраза буквально означает, что каждый, кто попрёт против нас, тех, кто действует по совести, по воле Божьей, по сути. То есть, мы, вот между нами и творцами, и творцом нету посредников. Ну, мы творцы, творец единый, между нами нету посредников, между нами и творцом. Получается, мы все действуем по воле Творца, по совести, по справедливости. И все, кто стоит на пути, они просто при любом сопротивлении, они оказывают сопротивление не нам, а творцу, а творец просто сметает таких. Ну, вот видишь ты, прекрасно всё знаешь. Ну, надеюсь, в скором времени каждого из нас по телевизору по России 24 назовут вольными каменчиками, как и тебя. Это ж надо. Хотели как лучше, сделали как всегда, называется. Не, ну это, ты же сам понимаешь, что там стоят люди, которые были заинтересованы дать информацию. Ну, скажем, я предполагаю, что это дали высокую оценку твоей воле, твоей осознанности и твоему разуму. дай бог. Так, я говорю, всё, сейчас потихонечку вот применяю, практикуюсь, перестраиваю. Я же вижу, что уже перестраивается система, уже даже сегодня или вчера в Майл, значит, новости Майл было прописано, что не советуем вам держать, значит, счета в долларах, так как от доллара в ближайшее время будем отказываться в связи с тем или война типа будет, или по недоверию к доллару. Ну, они же прямо не могут сказать, что в Советском Союзе запрещено хождение валюты. Понимаешь, а уже союз-то на месте у них, всё, вернули территорию на месте, товарищи, все населения на месте, всё. Федеральный закон смотри, в подтверждение твоих слов мне, когда сегодня прислал человек банковскую выписку, ну, обычный запрос, банк, банковская выписка расширенная, движение по счёту, и он обратил там внимание, он взял за период что-то там три года, что ли, в том числе и текущий год, ну, по текущий момент вот три года, и он обратил внимание, что до 1 января 2021 года там была какая-то графа с кодом РУС, а с 1 января 2021 года это РУС превратилось в РУ, то есть он предположил, что, скорее всего, была сменена правовое поле какое-то. Правление, да, да, ну, смотри, меняется, как только Конституция или что-то там меняется, дальше начинают деньги менять, паспорта менять, там, ещё что-то, там, структуры менять, вот, на сегодняшний момент наблюдаем. В МБД там перетрубация идёт, Следственный комитет то же самое, прокуратура там, на этом Яндекс.Дзен открываешь ленту, так там, я не знаю, там вообще аж радуются, как порядок наводится там в стране, то есть, то там чиновника взяли, тут чиновника, там такая чистка идёт всё. Самое интересное, они, наверное, сейчас эти чиновники локти кусают, скажут, блин, нам ещё четыре года назад об этом говорили, а мы не верили. А мы же что, пришли тихо, мирно, донесли информацию, не верят, не верят, ну что теперь? Я, главное, свою часть выполнил, донёс информацию, а вы там сами уже думаете, что с ней делали. Ну да, вон и коды валют они поменяли уже на 643. Ну, то есть, открыто показывают, что идут международные торги, знаешь, поэтому как оно там дальше будет происходить, но дело не в том, что коды валют, я же говорю, если мы заявили на более высший статус, то, соответственно, нам всё равно, какие там будут коды валют, мы хозяева ресурса, а казначейство или там бухгалтерия, как они будут учитывать расход ресурса, это же их вопросы, то есть, эти мелочи нам не интересны, в принципе. То есть, если мне для жизнедеятельности надо там домовладение, да, то есть, для жизнедеятельности, будьте добры, вот здесь такое-то, вот такое, по таким-то параметрам. Госдума, что сейчас новости? Хотят запретить гражданам строителей, чтобы они сами строили себе дома, только, ну, нанимать, короче, специализированные фирмы, то есть, с одной стороны, плохо, потому что на сегодняшний момент, ну, люди не могут себе позволить, да, также хотят запретить старые автомобили использования, конечно, это, ну, большинство не может себе позволить, но если те нюансы, которые я доношу до людей, действительно, будут иметь место, то есть, на сегодняшний момент территория вернулась, население вернулось, то есть, соответственно, это население будет, как хозяева, жить не хуже, а то, может быть, даже лучше, чем в Эмиратах эти шейхи, понимаешь? То есть, соответственно, зачем им строить... Синокарту давно смотрел, Андрей? Давно. Вот такие Эмираты и вот такая Россия. Так вот, я же про что говорю. Просто люди, когда задают вопрос, да ты что, ничего здесь такого не будет, все плохо, я услышу, что плохо, если я здесь хозяин, вот оно все подтверждено, ребята. Если там хозяева живут хорошо, то почему я тут должен жить плохо? Понимаете? То есть, до людей это не отойдет никак. Вот поэтому мне и понравилось слово «хозяин». В самоопределение я вставил, как обычно там, не с собственным именем Антон, а хозяин имени Антон. Не, ну хозяин... Двоякий смысл. Не, ну, потому что, ну, с таким именем уже тоже много людей, но как-то это... Да нет, я про то, что я статус хозяина заранее уже вшил в самоопределение. Не самого имени. Не, не, вот я тебе говорю про само это... Слово «хозяин». То есть, живой мужчина, хозяин имени Антон. Хозяин. Не, не имени. Ну, как-то надо сформулировать, потому что получается, что ты хозяин имени, а здесь именно хозяин-то ресурсов. То есть, мы представители, мы не сами каждый. То есть, помимо нас же еще много хозяев, да? И они все объявляются. Но не каждый с уровнем понимания. Это я оставлю на потом. Главное, что я слово «хозяин» вшил в самоопределение. А все остальное потом. А я говорю, пишу просто, без всяких этих... Никаких там шапок больших не пишу. Просто сейчас человек, номер серии векселя, и все. А внизу генеральный исполнитель. Все. Свидетельство о рождении, да, имеешь в виду? Да, да, да. Ну, вексель, что в обороте есть, проверить вы его можете. Обработка персональных данных запрещена, поэтому ФИО там я не указываю. А при желании они могут проверить через ЗАГС налог, что действительно, да, точно в статусе в таком. Поэтому дружить надо с ним. Интересно. Надо будет протестировать тоже с этой стороны. Ну, да, чтобы они не знали, как это все вообще выглядит. А тестировать лучше, наверное, на ЗАГСе, да? Ну, в ЗАГСе, я же говорю, повторку заказал. Они мне с Камчатки прислали сюда, в Адлерский район. В Адлерском районе начальница ЗАГСа не хотела выдавать мне его, требовала все паспорт. Естественно, паспорт давать ничего не собираюсь, нету его, что я буду выдавать, тем более вы на моей территории находитесь. Это предыдущей Российской Федерации основной документ был паспорт. А здесь, извините, свидетельство о рождении. Ну, и, соответственно, она меня не поняла, я не стал сильно быковать. Просто через этот самый, через Миньюз начал ее долбить по вексельному праву. А через месяц где-то я приехал, пришел опять к ней в гости. Она, соответственно, «А вы зачем к нам пришли?» Я говорю, «За векселем. А мы векселя не выдаем. Вы, может, за свидетельством?» Я говорю, «Ну, для вас может быть свидетельство, для меня вексель». Она такая, «А вы паспорт принесли?» Я говорю, «Вы же знаете, что по вексельному праву я не обязан вам ничего предоставлять, так как я являюсь правильным вексельдержателем. Вот оригинал, будьте добры, копию». Она, «А для чего вам?» Я говорю, «Ну, вы понимаете, у меня должник был один, управляющая контора, там одна была, а сейчас должник поменялся. Вот я хочу новую бумажку с новым должником». Она говорит, «Должник остался прежним». Я говорю, «Понял». «Проговорилась, что ли?» «Да, да, да». «Не писал ее на диктофон?» «Не писал». «Ой, зря». Ну, это же оговорка конкретная, прям сдала весь ЗАГС с потрохами. «Не, да я и так знаю, что все это. То есть уже, когда все понимаешь, но факт в том, что… «Не, ты-то понимаешь, это ты-то понимаешь, ты можешь понимать, предполагать, утверждать, но подтвердить это можно документами, бумагами, видео и аудиоразговорами самого должностного лица со стороны ЗАГСа подтвердило. «Должник остался прежний». Понимаешь? Вот это тоже надо показывать людям. Ну, понятно. Не все ты можешь показывать, не все постоянно будешь на аудио снимать. Но факт в том, что, я еще говорю, мне надо апостелировать сразу. Она говорит, «Ой, апостелировать, это вам надо опять отсылать, типа, туда, на Камчатку». Я говорю, «Ну, вы отошлите». Она говорит, «Давайте вы новое закажете». Я говорю, «Не, меня то устраивает, это его, короче, отошлете». «Хорошо, но вы заплатите госпошлину». Я говорю, «Ладно, закажу услугу». Пошел в банк, заплатил 2,5 рубля вместо 2,5 тысяч. Ну, сейчас же у них новые реквизиты, два счета. Ну, раз у вас 643-й код валюты ходит, вот я вот соответствующим образом все отослал, значит, на Камчатку эту квитанцию. Мне оттуда приходят с Камчатки. «Ваше свидетельство у нас, нам его уже переслали, но вы не доплатили нам столько-то денег». Я говорю, «Ах, не доплатил, сейчас, в Минюз, жалобу, короче». Тут, говорю, вымогают что-то, не понял, вы уж разберитесь, что-то. И еще отослал им поправку 97 ИСО 42-17, это вот когда 643-й код вводили. Там четко прописано, что 1 к 1000. Извините, вот у вас два счета, что за беда там происходит, разберитесь с этими товарищами. Не знаю, вот неделю назад отослал, тишина пока. Жду, когда окажут услугу. Слушай, ну, не знаю, по идее, а постель это же что такое? Это же заверение, да? Заверение того, что данная... Печать просто. Ну да, заверение, по сути-то. Она имеет такой же, вот этот ЗАГС местный твой, да, где ты находишься, она имеет право также запастелировать? Нет, они только свои имеют документы постелировать. Свои только, то, что они выпустили. И у меня на Камчатке же выпустили это свидетельство, только они могут апастелировать. Там уже пришло не тебе с Камчатки, а в ЗАГС твоего города, и они тебе выдают. А прежде чем выдать, они апастелировать в принципе должны. У тебя юридическое лицо привязано к определенной территории. У меня к Петропавловску на Камчатке. Ты там что ли родился? Да. У меня там знакомых много. Ну вот, поэтому там видать Минюсты ответственные за апастелирование. Ну, чувствую, скоро будет развитие, да, события? Да, конечно, что? Оно уже не закрыто. Пожалуйста, пиши все на аудио хотя бы, а? Какие важные вещи надо показывать народу? Ну, народ, во-первых, должен, пускай изучает сначала, а потом будут свои вещи выкладывать. Я тебе не говорю про тот народ, который 90% спит, я тебе говорю про 10% которые уже проснулись. Мне каждый день звонят по 50 звонков, консультируются, очень много просыпается. И все благодаря тому, что постоянно все пишу на аудио и на видео и размещаю тут же в интернете и все смотрят, смотрят и тут же звонки, 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 вопросы, вопросы, вопросы. Народ интересуется. Ну, понятно. Я тебе к тому, что чем больше материала, тем больше проснувшихся будет. Ну, тут же главное не материалы, главное, чтобы понимание было. А когда ты знаешь основу, то ты придешь и найдешь общий язык с любым. Понимаешь? А если ты просто насмотришься моих видео, твоих там видео там насмотрятся, ну, у них понимания нету. Я тебе скажу, вот некоторые звонят и говорят, не было понимания до тех пор, пока не увидела вот там вот это или вот это конкретное видео, или не послушала вот этот конкретный аудиоразговор. Вот тогда мне стало все ясно. То есть отдельные какие-то видео, отдельные какие-то аудиоматериалы, они пробуждают отдельных людей. Нету такого, понимаешь, вот там ты, допустим, записал разговор с ЗАГСом, разместил в интернете и все, все люди проснулись сразу. Нет, отдельные люди из них проснутся. И следующее видео других отдельных людей разбудит. Поэтому в любом случае я вот это стараюсь все на аудио, на видео и все показывать по факту как есть. Ну, хорошо. Ну, давай, наверное, заканчивать. Час-двадцать общаемся. Да, давай. Благодарствую за интересный разговор. Был рад тебя слышать. Правда, победит. Весь победил. Да, конечно. Тут дело не в победе, тут дело в учебе. Будем учиться и других учить. И сами учиться. Правильно. Сами познаем мир и делимся с другими. Все, давай, благодарство. Счастливо. Пока. Счастливо. Счастливо.